У нас в тех заданиях всё согласовано? У нас проект, вложивший экспертизу. Нет, а медико-технический с Минздравом России всё согласовали? Предварительно, на первом этапе, когда мы согласовывали внесение изменений. Вот смотрите, чтобы у вас медико-техническое задание было согласовано. Ну и объявляйтесь. Пока это всего лишь пустырь, но через три года здесь появится большое современное здание поликлиники. Уже в августе подрядчики должны приступить к строительству медучреждения на 500 посещений, которое так нужно в микрорайоне Синюшина гора. Старая поликлиника совсем не справлялась с нагрузкой. Всё же район густонаселённый и сейчас активно застраивается. Площади, которые сейчас используются для оказания медицинской помощи, недостаточно. Это 500 квадратных метров. Для микрорайона Синюшина гора очень маленькая площадь. Поэтому строительство типовой детской поликлиники на 500 посещений ожидаемо для нашего населения. В новой поликлинике будет где разгуляться. Площадь объекта вырастет в разы, ведь само здание по проекту шестиэтажное. В нём предусмотрели педиатрическое, диагностическое, стоматологическое, информационно-аналитическое, физиотерапевтическое отделение, а также отделение медико-социальной помощи, лабораторий и два небольших бассейна. Конечно, территорию обустроить с элементами доступной среды создадут удобную инфраструктуру. Конечно, реализация такого проекта значительно улучшит именно качество медицинского обслуживания, первичного медицинского обслуживания на этой территории. Мы благодарны Игорю Ивановичу за работу с Минздравом Российской Федерации по включению этого объекта в федеральную повестку, потому что действительно для Иркутска вопрос модернизации первичного звена архивата. По плану до конца года строители должны завершить работу с фундаментом, в 2023-м начать возведение теплового контура внутренних работ, в 2024-м сдать объект в эксплуатацию, пройти процедуру лицензирования. Мэрия же к этому времени берет на себя обязательства по транспортной доступности поликлиники, развития дорожной сети. Все у нас там получится, и мы видим, что реально 2024-й год, даты мы уже будем смотреть по ходу стройки, 2024-й год, открыть поликлинику, благожданную, которая для жителей города Иркутска необходима и жизненно важна. Также Игорь Кобзев рассказал, что сейчас на федеральном уровне активно продвигает проект детской областной клинической больницы. Оснастить оборудованием объект планируют в рамках государственно-частного партнерства с привлечением инвестиций. Как только решат земельные вопросы, приступят к оформлению документации. Также актуализируют вопросы по первой и пятнадцатой поликлиниках. Сфера здравоохранения в Приангарии должна получить импульс в развитии, резюмирует губернатор.